всем привет сегодня на повестке модернизированный пепелац а там вот такую штуку ведь крызы бомбил трубу убрал на ту же площадку где крепилась труба на фляне стоит закрепил шайбу на которой стоит половина огнетушителя и сверху шайбой придавлена проверял я и вчера 950 миллилитров воды во включенном состоянии сразу на ходу заливал и всегда видно да то есть воду даже воду разбрызгивает по сторонам и дно было видно вот этот внутри пустой столб когда выключил центрифугу вода успокоилась оказалось что почти полный он был там не хватало грамм 150 может быть до верха и поэтому я сегодня алюминия попробую грамм грамм 800 наверное чтобы понятно да что по сторонам не разбрызгала его грамм 800 алюминия сюда залить на ходу сразу во включенном состоянии жидкий алюминий будем заливать во включенную центрифугу ну и сделал вот этот ободок потому что когда я воду заливал тут приваренное отверстие не по центру в огнетушителе и ну то есть если я его центру и у меня получается весь огнетушитель ходит криво так сейчас более-менее центровал сама не тушитель отверстие чуть кривовато из-за этого когда заливаешь воду и заливал по сторонам разбрызгивает ее поэтому сделал вот такой вот кольцо ободок сначала сделал выше но тогда понял что неудобно будет заливать и поэтому сделал вот так надеюсь что если даже будет разбрызгиваться на меня не попадет ну и вдобавок защиту еще к ногам поставлю лист фанеры у меня будет примерно по пояс так что на меня не должно попасть а когда зальем еще увеличим обороты я вчера 40 герц давал то есть почти тысячу оборотов с водой никакого разбрызгивания не было а теперь начинаем плавим алюминий разгорается печуха скоро буду ставить тигель с алюминим видите на этом же двигатели поддува хватает с лихвой пока горн разгорается сейчас покажу как это будет все происходить как будет крутиться разгоняться ну вот сейчас 50 герц я думаю алюминий возможно будет на такой скорости при таких оборотах погонять ждем алюминий печка разошлась уже нормально идет вас огоньком там все горит тигель я теперь накрываю чтобы никакого мусора не шло и внутри вон он уже покраснел скоро алюминий расплавится и начнем самый главный эксперимент пока алюминий плавился до меня дошло что можно сделать и заливную лейку и короче вот наспех я быстро приварил трубу в трубу и над отверстием потому что в отверстие вставлять не получается бегает эллипсом ну как коленвал короче и как бы не пытался ее приваривать все равно стенки задевает и отгибает и поэтому сделал над отверстием в него смотрю вроде не видно стенок отверстие этого уже огнетушителя попробуем зато и сейчас попробую сразу на 50 герцах что получится начинаю все достаю тигель и заливаю огнетушитель обгорает я его сразу побоялся обжигать потому что думал поведет и потом не прижмет герметично поэтому как на станке проточил так и оставил все пусть крутится ну что выключаем разбираем проверяем после того как залил алюминий я сходил и добавил частоту с 50 на 75 герц двигатель 980 оборотов то есть при заливке было будем считать тысячи оборотов и на всякий случай добавил получилось полторы тысячи хотя возможно уже толку с этого не было и он уже наверное застыл но может быть что-то это дало а теперь разбираем на скорую руку было собрано значит на скорую руку будем разбирать сейчас я колпак не вытащу просто не снимая лейки аллейка приваренная надо будет ее сделать здесь чтоб она вставлялась поэтому как-то так ухты она вся снялась прикипела красочка так ну а также с это выглядит все внутри я алюминий даже не вижу там если получился цилиндр то очень тонкий побоялся я много заливать сейчас возьму молоток поставлю все это на операционный стол разберем но теперь попробую все это дело разбить самое главное отделить низ делился ну что момент истины оба цилиндр вот только вынуть я его не смогу потому что это огнетушитель и вот это вот верхняя часть вот здесь вставлена запрессована в этот цилиндр и внутри внутри она вот так загнута то есть алюминий сейчас там заполнился это место и мне придется ее разрезать ничего разрежу если такие цилиндры можно будет отливать можно сделать нормальную форму тут по идее можно и шкивы делать для гриндера если делать ступицу металлическую вместо вот этой шайбы ставить ступицу металлическую на сверлить не побольше отверстий прорези болгаркой что по алюминий затек сцепился получится вот полуфабрикат уже для гриндерского шкива сейчас растелю посмотрим поставил ее в снег он даже не шипит снег кидаю просто тает и все то есть получается на воздухе охладился вентиляции крутился в минут десять и охладился кое-как я его вытащила цилиндр вот то о чем я говорил вот этот вот ободок который заходил внутрь цилиндра боялась вот куда внутрь и пришлось только по кускам распиливать и вытаскивать это вытаскивал зубилы и кувалда сбивала так ну и плюс под ободком ржавчина была которую не вычистить она попала еще осталось здесь так теперь смотрим вот они пузыри это значит что это значит не прогретая форма и алюминий когда попал пузыри уже там внутри стали замерзать раз во вторых смотрите вот они вот эти наплывы вот эти вот наплывы как второй слой видите тут плавлено а тут потом как второй слой образовался похоже на то это как раз когда я добавил частоту и его скорее всего начала еще размазывать уже застывающий алюминий обороты прибавил может быть и нет тут вот какая-то штучка дрючка непонятная но так вот получилось этой стороны цилиндр вся обстановка проточим посмотрим что вышло начнем с с с с с с с с с Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снимаем, чистим, смотрим... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...